Боже, как вкусно! Приветствую вас в национальном ресторане «Царевич». Пойдемте. В пять лет Марко «Царевич» продавал помидоры на рынке вместе с своей мамой. Ну а через 50 лет он стал самым богатым политиком Черногории. Сегодня мы находимся в его главном царстве. Это ферма «Ресторан «Царевич». Чем он хорош? Здесь только местные продукты. Своё мясо, козлятина, свинка, телятина. Здесь рядышком море шикарный на него вид. Вы можете попробовать осьминога, рыбу и кальмара. Ну и прежде чем садиться на обед, мы решили сначала заглянуть в сыроварню. Сейчас покажу вам, как производят вкуснейшие черногорские сыры. Сыроварня работает здесь уже 4 года. Сыр делают и из коровьего, и из козьего молока. Приглашаю посмотреть. Запах невероятный уже в этом бридбаннике. Очень хочется сырка. Ребят, мы видим самое начало производства каймака. Это очень любимый продукт у наших туристов. Здесь он стоит 24-48 часов, а потом его перемещают, вот снимают верхушечку и перемещают в такие, как бочечки, наверное, да, вёдра. Сейчас посмотрим. Несмотря на современные технологии, на все эти нержавеющие такие баки вокруг нас, мы видим что-то из старой, древней Черногории, традиционной. Они называют эти бочки кацца. А кое соль ставят? И нашу, морскую? Да. Морскую. Боже, как это вкусно. Это как будто сливки собрали, немножко подсолили. Это очень большая жирность, мега вкусно. Каймак хранится и зреет в определенной комнате на 9 градусах. Так он зреет и не портится. И в течение года можно из этой бочки его брать и употреблять. Боже, как вкусно! Коровье, да? В данном месте коровье сыр переходит из одной фазы зрения в другую. Его здесь почистили, уложили. И в итоге мы получим вот такой вот красивый тропист коровий сыр, который можете найти в магазинах ХДЛ Лакович, либо же Мегамаркет в Будве. А сейчас я вас приглашаю в Святая Святых, где у нас созревает сыр коровий. Холодно, очень и очень красиво. Запах невероятный. Мы видим здесь готовый сыр уже для продажи, который поступит потом в магазины. Я, к примеру, обожаю вот этот дымленый, то есть копченый по-русски сыр. Всем советую. Ну, а в этом месте мы видим самое начало производства козьего сыра, когда утречком его только положили, эту массу, в специальную форму. И вот здесь вот под прессом эта форма образуется. И потом ее перенесут в другое же помещение, где будет следующая фаза. Козий сыр переворачивают, чтобы отнести на следующую стадию. Когда мы получили уже твердую форму козьего сыра, его переносят вот в это помещение. Обратите внимание на температуру. Здесь он находится 20 дней. Дозревание козьего сыра происходит уже в этой комнате, но в другой температуре. 15-20 дней. Смотрим, 13,5 градусов. А этот сыр, наверное, деликатесный. В нем находится сухой инжир. Посмотрите, какой он старый, уже с плесенью. Вкуснота невероятная. Нам уже принесли сырную тарелку. Здесь есть овечий, коровий, козий сыр, с какими-то травками, с паприкой, то есть с перцем. Есть из инжира, как это назвать? Намазка, джем, не знаю, что это. Сейчас все попробуем. Заказали мы традиционный шопский салат. В Черногории обычно овощные салаты приносят неполитое масло. Для этого стоит масло отдельно. В хороших ресторанах ставят оливковое масло на стол. Плохих, дешевое растительное. Еда обычно в ресторанах простая, без соусов, без лишних каких-то гифлопе, назовем их так. Зато понятное, вкусное и, главное, здоровое. Ксения, начнем? Давайте. Ты вообще какой больше любишь? Коровий, козы или, может, овечий? Созависит от сыра. А я считаю, что под винишком подходит любой суп. Ммм, вот этот такой старенький, смотри. С такими носками. Нет, он с травками. На ферме-ресторане «Царевич» есть еще собственная пекарня. И это можно увидеть по разнообразию этих булочек. Обычно делают кукурузные, серые, белые, не знаю, там, булочки или хлеб. То есть приносят минимум три вида в хорошем ресторане. Часто мы берем оливковое масло, блюдечко, в ожидании основного блюда. Наливаем, посыпаем солью и мыкаем хлебушек маслом. Очень вкусно. Все, хату так делает. Хочу вас познакомить с девушкой, которая сидит рядом. Зовут ее Ксения. Она входит в наш клуб гедонистов Черногории. Это моя одна из самых старых подруг Черногории. Мы познакомились 11 лет назад. То есть столько, сколько я живу в этой стране. Наконец нам принесли осьминога. Это мое самое любимое блюдо в любых черногорских ресторанах на море. Здесь он приготовлен необычным способом. Не просто на гриле, а еще и запечен под сачем. Под такой чугунной большой крышкой вместе с овощами. Их здесь 6 видов разных. Хороший гарнир. Больше не нужно заказывать ни картошки, ни салатов. И мне кажется, эта порция 400 грамм отлично подойдет. На двоих, Ксения? Так мы и рассчитывали. Стоит она 22 евро. Поэтому поделите на двоих. Все, высоты. Нам сказали, что в этом блюде 6 видов овощей. Мы насчитали морковку, 2 вида перца, кабачок, баклажан, помидор. В принципе, это 6, если 2 вида перца считать, да? Но тут еще есть аж целый кусочек шпината и лимончик. Нормально. Ферма настолько огромная, что вам понадобится, может, час или два, помимо обеда, чтобы здесь прогуляться, детишкам поиграть на площадке, посмотреть косуль, животных. Территория огромная. Часть пути можете передвигаться на машине или на велосипеде, который здесь дают. Как ребенок, честное слово. Территория огромная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова